Всем привет! С вами снова Ольга Чернова и моя огородная азбука. Я раз уже здесь снимала видеоролик, как можно посеять много-много сортов и не заблудиться, сразу тогда скажу, в каких случаях можно делать загущенные посадки. Вы, наверное, заметили, что у меня здесь перцы разложены очень-очень густо. При нормальных посевах мы такие загущенные посадки не делаем. В каких случаях нужны именно такие загущенные посадки? Как я уже говорила, вот эти семена все глубоко просроченные 2014 года, 2015, 2016. Я их просто взяла в магазине почти даром для испытания, для того, чтобы из всего этого огромного количества сортов выбрать 2 или 3, которые мне понравятся и которые останутся у меня навсегда. Но так как мне некогда с ними возиться, и, конечно, как все свои нормальные семена, я их не замачиваю, я их ничем не стимулирую, потому что это для них слишком много буду я тратить времени. Я просто разложила их сухими семенами, вот так, на поверхности. Сейчас я их полью и присыплю грунтом, все. И вот в таком случае, когда семена просроченные, когда вы не делаете никакой предпосевной обработки, тогда, конечно, лучше сделать загущенную посадку. Так как вот некоторые семена у меня здесь даже пятна 2014, даже есть 2013 года, я знаю, что половина из них не взойдут, потому что я им не помогла, я их не простимулировала, я ничего им не сделала. Поэтому я уже изначально закладываю в 2 раза больше урожай. Когда я в видеоролике говорила, что как проверять схожесть, и что если 5 семян из 10 всего всходит, то нужно сеять в 2 раза больше. Вместо 5 семян сеем 10. Вот здесь у меня в каждом вот таком отсеке по 25 семян. Если 10 штук взойдет, и то хорошо. Мне хватит даже 1 или 2. Если 2 семя взойдет и вырастет, я с него размножу этот сорт, если он мне понравится. Но сею изначально загущено. Только потому, что семена очень плохого качества. Это значит, что они просроченные, они пересохшие, они без стимуляции, без протравливания, без предварительной обработки. Буду ждать хотя бы половину всходов. Здесь мне не обязательно массовость, мне не нужна 100% всхожесть. Главное, чтобы взошел хотя бы 1-2 сеяниц в каждом отсеке. До свидания. С вами была Ольга Чернова. И вот это маленький нюанс, когда нужно делать загущенные посадки. Когда старые семена, когда просроченные, когда вы не знаете качества семян. Когда вам их не жалко наложить много. Если вырастет много, потом путем прореживание оставлю столько, сколько мне нужно. Все. Желаю всем удачных посевов и дружных всходов.